Холодное и сырое утро дня святого Николая Чудотворца. Вагончик – символ будущего Татьянинского храма в Треугорке не вмещает прихожан. Спасли навесы. В сослужении настоятеля священника Иоанна Филиппаса богослужение возглавляет благочинный архимандрит Нестор. Поет детский хор Воскресной школы Георгиевского собора. Отсутствие иконостаса позволяет по сути находиться в алтаре у самого престола. Люди стали свидетелями таинства, обычно сокрытого от глаз верующих. Расположенные вблизи свечи дома, как огромные храмовые колонны, направляют молитву прямо к низкоспустившимся облакам, как к куполу. Треугорка – сосредоточение молодых семей. Даже в такой слякотный день к причастию пришло более 60 детей. Отец Нестор поздравляет треугорских прихожан с Днем памяти святителя Николая Чудотворца, напомнив о смысле заповедей возлюбить Господа всем сердцем и ближнего, как самого себя. Вот почему нам необходим храм, нам необходим храм, чтобы возрастать в вере и любви друг к другу, чтобы детей наших воспитывать в верности нашим традициям, нашей вере, верности нашей России. Оказывать посильную помощь находится немало. Мы давно ждали, что в Треугорке будет храм. К сожалению, тут происходили, разделилось, скажем так, общество на два лагеря. Но мы готовы, будем бороться, помощь посильную оказывать. Физическим трудом только своим приходить, что-то делать. Мы записались в группу Татьянецкого храма, по возможности будем. Но пока много активистов, люди готовы, то есть даже, скажем так, вакантных мест особо нет. Данное богослужебное место единственное от Немчиновки до центра Одинцова, куда добраться по пробкам бывает нелегко. Но оказывается, сюда приезжают даже из Одинцова. Мы живем рядом, мы на выезде из Одинцова, поэтому нам удобно ездить в Треугорку. В Георгиевском иногда бывает очень много народу, нам очень тесно. Мы ходим уже давно, ходим каждые выходные. Если мы не сходим, то как-то он нам не по себе. Ну и воспитывая маленького ребенка, для нас это некая такая отдушина, и мы не можем без этого. Храма строительства не значит только жертвовать деньги. Нашлись педагоги, готовые даже под открытым небом заниматься с детьми. Нравится, что сын занимается, что лепит, рисует куклы лепит. Маме котичку делали. Маме открытку делали. И еще с 9 мая ветеранов поздравляли. О безусловности воскресной школе при храме говорит и настоятель отец Иоанн. Где все занятия, как водится, в церкви будут бесплатными. Но в условиях нашего короткого лета предстоит решить вопрос с размещением будущего храма. Ведь выделенный под него участок соединяет огромное количество коммуникаций. Их перенос требует немалых финансовых вложений. Сулич жителям Треугорки неудобства, отключения, пусть и временные. Но проблемы с парковкой, внутри дворовыми дорогами и прочее. Идеальное место для усыновления храма. Правильно. Таким образом мы могли бы ту часть, которая нам отведена была, отдать под стоянку. Пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Вот эту часть. Отсыпаем, делаем и переносим то, что здесь взято, переносим сюда. Ничего не теряется. Данный вопрос в стадии решения и Одинцовской администрации, и благочиния, и прихожане нового храма «Едины в одном». Храм необходим, но построить его надо с учетом интересов тех, для кого парковочные места дороже жизни души. Ольга Винтер, Александр Зайцев, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова. Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.